Привет! Продолжаем... Продолжаем прохождение Дома Кошмаров 2. В прошлой части мы добрались до второго чаптера. Бродим по этому какому-то непонятному госпиталю, который мне, честно говоря, напоминает подземный комплекс из Half-Life 1. Но, тем не менее... Так. Отсюда мы пришли, выбрались из этой шахты. Там случилось страшное. И двигаемся дальше. У нас есть пистолет. Правда, патронов к нему кот наплакал. Так, ну и что? Нам тут не рады. Да что, какого хрена творится? Нельзя ли поспокойнее, господа? Сегодня я играю, конечно, еще не так поздно, но... Я думаю, игросер у меня сможет состояние будет напугать. Так. Туда я не хочу. Там как-то все слишком хмуро. Пойдем сюда, пожалуй. Ну, сюда нас, конечно же, не пускают. Отделение радиологии. Нас не пустили в отделение радиологии. Значит, мы пойдем в этот окровавленный, темный кредо. Ну, или пойдем. Очередная зома. Собственно, и все. Готов. Идем дальше. Комфорт и спокойствие наших пациентов, понимаешь. Издеваются. Так. Какая-то неприятная дырка. В бронированном стекле. Ага. Я вижу тоску. Сейчас мы их сломаем. Что у нас дальше? Здесь у нас лежит труп. Я надеюсь, он не будет вставать. Давайте закроем дверь на всякий пожар. Братюнь, ты как? Вроде в порядке. Ой, да тут еще трупы. Так, что-то мне... Так, там у нас рентген, x-ray. Ну и всякие другие облучения. Куча трупов. Куча, куча трупов. Так, тут у нас кто-то заградил проход. Тихо. Тихо. Так, у меня опять патронов. Ладно. Внимание. Арина обеззараживания. Только уполномоченный персонаж... Ой, персонал может заходить туда. Но выбора у нас нет, поэтому пойдем в это техническое помещение. Так, тут очень темно и неуютно. Особенно, когда гаснет, сука, свет. Так. Что это? Зачем я поднял эту доску? Так, темно. Пойдемте на свет. Пойдемте на свет. Пока что вообще могу сказать, что... Вот этот вот второй... Эпизод, он не такой страшный, как, скажем... Пролог. Но тем не менее сделанный на гораздо более высоком уровне. И я бы, кстати, вообще не удивился, если бы они продавали эту игру. Может они, кстати, и поступят так. Продавали, как полноценную игру, на диске или хотя бы 4-5. Я думаю, что ты слышишь в хоспитале. Не волнуйся. Это автоматическое, и оно было разрушено много лет назад. Я реально ненавижу эту вещь. Это даже влажает меня в ночь. Проблема в том, что они все автоматированы, и я не могу найти способ, чтобы закрепить эти вещи. Да, вот этот информатор, который постоянно говорит всякие глупости. Он, судя по всему, работает на автомате. И уже довольно продолжительное время, судя из слов. Чувачка, который пытается нас как-то помочь нам, потому что она будет его по ночам постоянно, он говорит. Значит, эта чертовщина тут творится не первый день. Вы сейчас перейдете радиологию. Все телефоны и электронные устройства должны быть перевернуты в определенных местах, чтобы избежать интерференции с важным медицинским инструментом. Спасибо. Какие? Ой, да был бы у меня сотовый, я бы уже давно позвонил бы. Как там у вас в Америке? 9-1-1? Хоть куда-нибудь позвонил бы. Так, может вот этого мне как-то пригодится? Нет. Так, ну здесь у нас, в общем, комната для осмотра пациентов. Такой стандартный госпиталь. Не люблю приоткрытые двери, честно говоря. Тут я, похоже, был. Да, 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 да. Так, давайте-ка мы откроем дверь. Всякий пожарный. Вообще, у меня ощущение, что мы ходим кругами. Так, я надеюсь, вот это вот не встанет. Ну, судя по всему, вставать там уже нечему. Гольный скелет остался. Так, чем тут есть поживица? Ничем. Ох ты, твою же... Вздрогнул, вздрогнул. М-да. Довольно-таки неприятный момент был. Там у нас... А, ну да. Что-то я затупил. Тут у нас еще одна камера. И... что это там такое лежит? Я надеюсь, если мы возьмем, ничего плохого не случится. Это у нас аптечка, видимо. Нет, это... Это что-то непонятное. Похоже, это кофе какой-то, может, так... Капучино. Так, дверь закрыта. Каваил. Откройте дверь, пожалуйста. Откройте. У меня фонарик не работает. Я не хочу туда идти. Откройте дверь мне. Тут есть кто-нибудь? Бля. Ох... Ладно. Все в порядке. Ничего страшного. Все нормально. Двигаемся дальше. Эта дверь, по-моему, была закрыта, насколько я помню. Но что же это за девочка? Вообще, насколько я могу... Вообще могу судить. Этот поляк, создавший этот мод, вдохновлялся в первую очередь играми Monolith, такими как Fear и Condemned, если вы играли в эту игру. Довольно прикольно, кстати, все это сделано. Эти заимствования скорее развлекают. Так, тут у нас для томографии аппарат. Кстати, доказали ученые, что очень бредно он. Сколько лет уже использует. Так, ну что, зачем? Что я тут делаю? Эм... Давайте попробуем, понажимаем кнопки. Нет, бесполезно. Ну и ладно. Нашим легче. Выходим отсюда. Блин, с этим динамическим освещением, конечно, все эти причудливые тени от объектов тоже вносят свою лепту. Пугают по малеху. Так, что у нас слева? Еще одна такая же комната. Только тут кого-то нафаршировали, похоже. Зато тут свет есть. Ну, давайте, давайте, попробуем. Ага, дверь закрыта. Облом. Ну, ладно. Нет, так нет, как говорится. И тут закрыта. Так, что-то я, может, упустил. Или какой-то скрипт теперь сработал. О, точно. Ага. Это у нас предохранитель или что это такое здоровое? Кто стучит? Иди-ка вон туда пока. Открутите мне дверь. Пожалуйста. Я не пойму, что это за стук, и он мне, честно говоря, совершенно не нравится. Ой-ой-ой. Так, я думаю, надо вернуть эту хрень на место. Забери ее. Только отпустите меня отсюда, пожалуйста. Ай. Ну, пожалуйста. Так. Что же мы делаем дальше? Может мне выломать эту дверь, я не знаю. Фонарик, только не отключайся. Ой, я в полной темноте. Да кто ж там стучит-то, а? Фу-ой, бля. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Вот это было в натуре, да? Ах. Блядь, да откуда ты взялся? Кто там? Что там? Где? Да. Еще пару кирпичей наложил. Так, что меня ударило? Фу-блядь. Скотина, а? Не, вы можете в это поверить. Я пугаюсь какого-то мода. Причем пугаюсь гораздо больше, чем, допустим, когда я играл, собственно, в фир. Последний раз у меня такой разрыв штанов был, наверное, в этом. В амнезии. Да, в принципе, и в первой. Я, хоть и говорю, что хорроров боюсь, но не настолько, что прям вот так подпрыгивать на месте. А тут прям что-то вообще, блин, когда жесть творится. Так, ну что, может мне сюда засунуть, вот в это отверстие? Давайте попробуем. Я лучше на корточку, а то мне страшно. Какой же ты поганец, а? Напугал меня до усрачки. Так, ты тоже не хочешь, блин. Что ж такое? Я, честно говоря, просто не пойму, что это такое. Если б я понимал, возможно, мне полегче было бы. Ну, что это за хрень? Какая-то энергоячейка. Леха, муха, откройте вы мне дверь. Ой, так, я слышу плохие звуки. Отступим в угол, чтобы нас спины никто не цапнул. И вот он идет. Да, причем не один. Даже два. Да. Прилегли. Как говорили русские Battlefield Bad Company. Он у меня прилег. Вот и у меня они прилегли. Так, и что? Теперь я несу туда. Не смотри назад. Я не хочу смотреть назад. Блин, сейчас что-то будет. Так, мы выкинем эту херню. Куда-то у меня улетело. Там опять я слышу звук открывающейся двери. Спрячусь в угол. С этой игрой я стану дураком, по-моему. здесь уже не... Так, выпустите меня, пожалуйста. Так, куда мне? Что там такое? Почему я ползаю? У меня уже подсознательно. Смотрите. Я хожу на корячках, как блин. Фухухухуу. Так, закроем дверь. Какие дряни в фене. Так. И что это нам дало? А, магнит, магнит терапия. Не, ну круто. И опять темнота. Так, ну а что нам это дало-то? Для чего мы это все делаем? Может теперь перекратило все эллипичество в комплексе? Или что? Ага, теперь мы можем пройти сюда. Здесь, конечно, пол опять не провалится. Что-то он подозрительный какой-то. Так, ну пойдем. Кто-то шепчет мне в уши. как против видимо не очень тоже не то оттуда я по моему пришел да давайте посмотрим ой блин кто-то пробежал ну ладно пусть бегает я не хочу туда идти так идем дальше давайте закроем эту дверь чтобы этот кто-то не вернулся к нам ну это кто судя по походке ты мне уже не нравишься нет ну ладно прошел так мне что надо его избегать что-то у меня есть огнестрела у него я не заметил так что ему скорее надо меня избегать так он ушел туда закрыл с собой дверь какой он аккуратист так это он надел или нет я надеюсь никто из вас засранцев не встанет но у тебя по моему просто головы нет да и у тебя тоже видимо нам надо выломать вот это давайте попробуем пройти сюда ну да опять вентиляция я ненавижу вентиляции так сейчас ну что ж ты ну запрыгай давай давай так возьмем-ка пистолет хотя хотя конечно выстрел в таком ограниченном закрытом помещении из пистолета просто оглушит нас даже тут если затычки в уши воткнуть рот открыть один хрен не поможет но тем не менее так тут я вижу скелет у скелета нет мускул чтобы двигаться поэтому я его не боюсь так ну ладно лучше его чем меня твою мать так ты что я подумал что стоит опять эта девочка это всего лишь банк так не очень аккуратно получилось а я понял где мы находимся мы только что прошли снаружи привет привет я не уверен когда я сказал что ты и я были здесь что я действительно должен был сказать что ты и я были единственными так но эту дверь это было не обязательно открывать как что стрелок да так там еще есть так давайте вы ко мне идите вот тут патроны были а я их не видел даже так так еще есть кроме этих двоих так так нравится еще есть желающие так так все понятно что он открыл так идем идем вперед сейчас и все и и и и и и Flow если это будет так то я посмеюсь нет так что это там такое дайте мне пистолет обратно в руки татьяга Mundock ах ну ладно идем что чую тут какой-то страшный заговор страшный эксперимент так где изображен я же вроде был в воде или нет так мне опять отобрали уже сколько времени вообще прошло я тут спал видим на этом матрасе а вот собственный конец третьей части и собственно значит и этой части прохождения ладно увидимся в следующей части пока я прекращу комментируйте подписывайтесь ставьте пальцы вверх до встречи